Теперь рассказываю правила предстоящего поединка Хрен с ним, пускай меня утопят, но я не проиграю Мы не доплыли Очень жаль, конечно, что не получилось доплыть до этого острова Это очень хотелось сделать в какие-то моменты Ну, лично нам, мы ушли чуть вперед И в какие-то моменты казалось, что вот-вот осталось прям немного Там час, и мы будем здесь Но погода всегда вносит свои коррективы Началось сильное течение, ветер усилился И потом стало просто понятно, что это нереально Течение было И что? Унесло? Унесло Да, унесло Далеко В резорт В резорт Унесло на резорт Ну, в общей сложности километров 7-8 доплыли Все шло по плану Пока не начался шторм Если бы не шторм, то, я думаю, еще 2-3 часа мы все-таки доплыли Мы девчонок решили снять, потому что они устали А сами, ну, сами пока плыли В принципе, еще могли сколько-то продержаться Но шторм маленько выбил нас с колеи Это гораздо хуже, чем просто умереть Но, с другой стороны, это гораздо лучше, чем жить просто скучно Очень рад, что у меня такая команда оказалась Девчонки молодцы Все держались до последнего, никто не ныл Да, было Было, и у меня у самого были мысли Промелькали такие, что надо бы позвать уже на помощь Эда, чтобы он нас всех оттуда забрал уже И плюнуть на это дело Но я понимал, что Ну, один раз, один раз, если скажешь себе нет Даже слабину То потом это обязательно повторится Во второй раз, в третий раз Поэтому этого делать нельзя Просто принимать, да Смирение, полное смирение Отчужденность И ты просто уходишь в точку Нет результата Просто то, что ты сейчас сделаешь Это становится твоей жизнью И тогда у тебя нет никаких оправданий Тебе не хочется слиться Потому что ты просто понимаешь, что сейчас Данные испытания Данный период времени Данные трудности Это стало твоей жизнью И ты должен просто эту жизнь Ну, как бы прожить и сделать это достойно Утро началось Сейчас вечер Вот отрезок был дневной И нужно, чтобы этот отрезок Ну, он уже запомнился Понятно, да, что это неординарное событие Чтобы он нашел отпечаток в вашей реальной жизни Чтобы какое-то воздействие было Всегда на пути к цели Это не сама цель Запомните Движение все Конечная цель ничто Ты можешь ее не достигнуть Вопрос, кем ты стал в процессе движения Важно не цель А важно то, каким человеком ты становишься На пути к этой цели И чем сильнее цель Чем она сложнее Чем она дальше Труднодоступнее Тем больше усилий нужно приложить Физических, ментальных Тем больше опыта нужно Оттуда достать из своего рюкзака Жизненных достижений Давайте до встречи завтра Завтрашним днем С утра попробую опять же поснимать Поснимаю наше жилище Опять же, я не успел поснимать предыдущее жилище Потому что просто его некогда было Мы все время в каком-то этом Авральном режиме Все бегом, бегом Быстрее, быстрее Завтра поснимаю Покажу, как все было И завтра же поснимаю Своих сокоманников Ребят, с которыми я сегодня плыл Напишите вообще, кто не плавал 7 часов в открытом океане В индийском Просто плыть в неизвестность Был какой-нибудь такой опыт Всем доброе утро Сегодня Раз, два, три Четвертый день вроде Или третий Я сбился Третье утро Вот так Что я могу сказать Ночью был полный Апокалипсис Начался сильный дождь проливной У нас оторвало тент И все И на этом ночь закончилась Сейчас пойду в лагерь Поснимаю, покажу А сейчас А, кстати, вчера плыли Когда на плоду Ну, все повгорали У меня тоже, в том числе Обгорела рожа Очень яркое солнце Потому что оно еще плюс от воды отражается И сейчас Ну, не очень комфортно Все это дело Но Панама очень классно спасает Панама закрывает уши То есть Глаза закрывает лицо Сзади шею закрывает Шея вообще не сгорела Так что рекомендую Носить Панамы В таких местах Где очень яркое солнце Это прямо очень круто Для меня это было открытие То есть я раньше всегда носил кепки Ну и какие-то платки Сейчас понимаю, что это Это не то С Панамой удобнее Вот наш лагерь сегодняшний Натянули такой тент Сначала было очень классно Первые, наверное, пару часов было офигенно Все уснули так хорошо Я в том числе Было прям Шикарно А потом начался сильный дождь, ливень Оборвало Вот здесь веревку оборвало И вот здесь веревку оборвало И, соответственно, этот тент Грохнулся на нас А я лежал прямо тут с краю И вся эта вода вылилась Вот на эту часть Нашего лежака То есть искупались все так достаточно хорошо А потом дождь Дождь еще сильнее закатил Ну, тент натянули Но, тем не менее, здесь было все мокрое Вода Плюс тент Вода стекала И как раз вот под меня То есть здесь вот краешку Меня подмывало В итоге Ну, делать было нечего Спать все равно надо было И, ну, все спали прям так в луже То есть в мокрой одежде Там на мокром жилете То есть просто легли и спали В том числе и я Покажи руку Смотрите, вчера плыли Сгорели руки Вот это вот Какая, руки Потому что держались за плод Вон, а вот рука сгорела Смотрите, что вторая Вторая так же Вот след От часов Жесть Это было Это вообще Конечно Солнце очень опасное На экваторе Чуть ли не такое же Как на этом Как на Эльбрусе Горит все В буквальном смысле слова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А теперь рассказываю Правила предстоящего поединка Все племена образуют круг У нас реально должен получиться Ринг на воде За этот круг Никто не должен выходить В этом кругу не должно быть Кераллов, камней и прочих Потому что можно пораниться Нужно будет подготовить площадку Первый выходит Тоскет и Рыжий Вторая пара Саймон Альфа Третья Целитель Домовой Четвертая Акела Доллар Пятая Кузьмич Осьминог И замыкать все будет Ряб и Дикий Каждому Участнику племени Я буду привязывать К ноге Ленту Берется веревочка Она привязана будет К стопе И к этой веревке Будут прицеплены Карабины У красного племени Будет синяя лента У синего племени Красная То есть твоя задача Сорвать свою ленту Свой цвет У соперника И это надо сделать Под водой Кто первый Из воды Поднял ленту Тот победил Субтитры создавал DimaTorzok Я победил Я бы реально бы снял Если бы она была Я бы думал бы снял Саймон победа Он выкинул ногу Взял Все Компионы победа Дикий давай Дикий 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 Фу Сегодня была Утренняя фаза воды Соревнования на воде Это было очень тяжело Безумно тяжело Я бы даже сказал Было несколько Таких Заплывов Была борьба в воде И Фу Последнее соревнование Последний этап Это Борьба в воде Нужно было Находясь в воде Так вот Примерно по грудь Нужно было Под водой У соперника с ноги Снять ленту Это было Ну сегодня наверное Это было самое тяжелое соревнование Самое жесткое Потому что Ну реально была Настоящая борьба Такая Не на жизнь А на смерть У меня было Вообще Три боя Потому что Первый бой Был спорный Вроде как я победил Но Ребята из другой команды Оспорили Мою победу Предложили переиграть Второй был Второй бой был Еще тяжелее То есть мы еще дольше дрались Соперник уже тоже был настроен Достаточно хорошо На победу Ну там Применил пару Запрещающих приемов Разок вырубил меня В челюсть Хотя этого нельзя было И я там Немножко поплыл Потерялся Это конечно тоже внесло Свои коррективы Потому что После нокаута Чтобы восстановиться Ну нужно хотя бы там Минут 5-10 Походить Ну в это время не было Практически сразу Бой продолжили Как только я там Маленько очухался Буквально за 30 секунд Вот Второй бой я проиграл И был третий бой Решающий Третий бой Я тоже слил Третий бой я реально слил Потому что если на первый бой Выходил умирать На второй бой я тоже был готов умереть Я дрался просто До последнего Ну я Я реально был настроен на то что Хрен с ним пускай меня утопят Но я не проиграю Ребят Ребят у меня получилось зарядить камеру Это очень круто Отлично Я сейчас поснимаю наш быт немного Да Потому что до этого камера почти села Я очень мало снимал Ребят Откри банан А пусть Галя подойдет Галь С сгущенкой он потечет Подойди Стань пожалуйста Мы сегодня выиграли сгущенку Только из-за этого Хлеб И бананы Сейчас будет такой бутерброд Руки освобождайте Бутерброд Хлеб сгущенка и бананы Армейский вариант Галь ты меня прости Бутерброд разорви мое лицо Ребят это Марио В простонародье Марат В обычной жизни Марат сегодня тоже совершил такой прям Можно сказать подвиг по своему Он В После солнечного удара После теплового удара Он себя не очень хорошо чувствовал У него температура под 40 И он У него вид был такой совсем У него сейчас вид конечно не очень бодрый А днем у него вид был вообще ужасный И он при этом Участвовал в заплыве в соревнованиях И И Буквально там На последних метрах Вырвал победу Реально там чуть ли не зубами Вот такой он уже был Ну он победил Да На самом деле это круто И я считаю что Об этом будешь вспоминать Много-много раз в своей жизни Прокручивай эти моменты На самом деле Нужно в жизни Чтобы всегда было так Чтоб ты никогда не сожалел Что А вот мог бы так А мог бы не так Ты должен делать так Чтоб не было тебе даже мысли Что ты как мог Ты сделал Как сделать все что мог Ты действительно умер Тогда действительно будет победа А если будет проигрыш Это будет действительно достойный проигрыш Который Ну Даже Соперник перед тобой Они у меня были Пока я сгущенку не нашел Снимет шляпу И пожмет руку Потому что это было достойно Да Возможно Где-то Мы Ребятам проигрывали в чем-то Но тем не менее Боля к победе была у каждого Особенно вот у Саймона Бой был просто Людейшень Мне кажется Блин Настолько сильная была борьба И настолько сильно бились ребята Вот Что с моим результатом К сожалению У меня прям реально стало Что такого я не испытал Не ощутил А к сожалению Проиграл Быстро Вот Поэтому все круто Ребят все продолжается Сегодняшняя ночь Уже Четвертая получается Прошла Так же неспокойно Ночью был очень сильный Дождь Лил практически До утра практически Лил До сих пор еще Такой Мелкий моросящий Немножко оторвался тент Вот в этом месте Вот один угол оторвался Пришлось ночь его перевязывать Не с той стороны угол Но там просто завалилась палка Стойка Вот А так в общем-то нормально Сегодня будет Очередной Долгий Мокрый Сложный день Так как нашим племенам Предстоит заплыв Заплыв на Турбоостров Отсюда Сантареса Расстояние Десять километров Но Сложность в том, что Плыть Они будут Против ветра И против наших участников Ветер Океан Жгучее солнце И они сами Прежде всего Посмотрим Посмотрим, что из этого Получится Но Все боятся Этого испытания Потому что В открытом океане Позавчера Все провели Долгое время И Сейчас океан Это синоним Страха Но я уверен, что Они смогут Этот страх преодолеть Я уверен, что Они смогут Преодолеть этот путь И все-таки Прибыть на Турбоостров Где веселье наше Продолжится Есть две лодки Они разные Они обе плавают Но они обе разные У каждой есть свои плюсы Есть свои минусы Задача сегодня Свалить с острова Для этого нам дают две лодки Сегодня уже на лодках Заметьте, да? То есть не плавь Не на плоту А идем на лодках И нам дадут весла Но весел мало Весла такие Условные И наша задача По-моему Вот на тот остров Если я не ошибаюсь По-моему туда нам надо Вон там мы были вчера Ой, позавчера Оттуда приплыли Вон там город И вот следующий Слева остров Кажется нам надо туда Ну в общем Будет интересно Очень сильный ветер Сильная волна И прям Это не очень приятно Первое задание для вас Первое задание для вас будет Это вообще найти турбо остров Где он? Потому что вы можете вообще В разные стороны рвануть И все Вспоминайте Короче И второй момент Вам нужно подготовить лодки Я бы конечно Вас мог сейчас погнать Ну прям вот По картуру В темноте Все дела Но я вам предлагаю Как бы сэкономить силы Подготовить нормально лодки Я вам выдам весла Взять весла Подумать Да может быть Парус Не парус Сидушки Не сидушки Чтобы не гнать горячку Потому что это долгий путь Десять километров И против течения И Интересная новость то Что Самый лучший выход будет Примерно в пять утра Это как раз Будет рассвет Не будет еще жары Где то вот четыре Уже начать собираться Выход пол пятого И вот вы До Восьми девяти Вы можете прийти Восьми девять Восьми девять И восьми девять Продолжение следует...